Поскольку я хочу, чтобы вы особенно сфокусировались на первом этапе, этапе деэскалации, ведь это значимый шаг в любой семейной терапии, в интернете мы с приятелями и фте-терапевтами нашли прекрасный небольшой анимационный фильм, созданный одной из наших коллег, в котором она с помощью анимации объясняет то, что мы называем приручением цикла. Это история о том, как настоящая любовь может дать трещину о первом шаге к ее восстановлению и укреплению, так чтобы она стала сильнее прежнего. Необходимо отвлечься от того, что стало предметом разногласий, проанализировать, как вы их выражаете. У большинства людей формируется устойчивый шаблон поведения. Мы называем его циклом, поскольку он раз за разом повторяется. Мы анализируем цикл взаимодействия между вами и вашим партнером, который создает впечатление, будто вашему партнеру все равно, и объединяем усилия для борьбы с подлинным врагом, циклом. С этого начинается путь к безопасной и крепкой связи. Знакомьтесь, это Олис и Пэт. И вот их история, которая, возможно, чем-то походит на вашу. Кто-то больше узнает себя в Олисе, а кто-то в Пэт, а кто-то увидит в себе черты их обоих. Олис и Пэт знакомятся и влюбляются друг в друга. Оба надеются на взаимное понимание, на главное место в сердце любимого, на утешение, с его стороны, в минуты печали, на совместные минуты радости и, самое главное, на долгую и счастливую жизнь. Они строят дом и созидают семью, постепенно обзаводясь одним, другим, третьим. Начинает накапливаться стресс. Каждый из супругов замечает, что другой отдалился от него. И вот уже любой разговор переходит в ссору. Каждый чувствует себя непонятым, разочарованным, одиноким. Каждый спрашивает себя, а действительно ли я для него или для нее что-то значим. Пэт пытается привлечь внимание Олиса, а он отстраняется и уходит в себя, чтобы избежать конфликта. Пэт усиливает попытки, говорит громче, указывает мужу, что нужно изменить в его поведении. Страх снова сделать что-то не так буквально его парализует. Но Пэт продолжает преследование, пытаясь докричаться до мужа, тоже сокрушается, злится и, наконец, замыкается в себе или полностью погружается в другие дела. Пэт остается в недоумении. Что же случилось? Как они попали в вихрь ссоры взаимного отдаления? Взаимодействие протекает столь стремительно, что трудно понять, что же на самом деле происходит. Чтобы разобраться в этом, давайте рассмотрим два элемента науки любви. Первое — это центр эмоций в мозге. Наиболее древняя составляющая нервной системы, которая оценивает потенциальную утрату счастливой семейной жизни как чрезвычайную ситуацию. Она переводит тело в режим «сражайся или беги» и отключает ненужные функции, такие как рациональное мышление. Второй элемент — результат действия третьего закона Ньютона, который, как вам известно, гласит, что сила действия равна силе противодействия. Ну а теперь давайте вернемся к Олису и Пэт. Вполне понятно, почему каждый считает виновником ситуации не себя, а другого. Но это называется найти злодея и представляет собой проигрышный вариант. Получается так — либо ты или плохой парень, либо ты вместе с плохим парнем. А кому это понравится? И Олис и Пэт по-своему рассуждают разумно. Но давайте посмотрим на каждого из них отдельно. Сначала Пэт. Когда Пэт чувствует, что они с супругом одолелись друг от друга, и когда они ссорятся, у нее возникает страх одиночества. Она боится, что он стал к ней безразличен, что он ее не замечает, и она ничего не может с этим поделать. Ей становится печально и одиноко. Она расстроена, раздражена, осердит, и это приводит ее в состояние, описываемое фразой «бей или беги». Пэт хочет, чтобы Олис стал ближе, но ее слова звучат как требование или критика. Олис воспринимает их так. «Тебя никогда не бывает дома, ты никогда меня не слушаешь. Мне все приходится делать самой. Я не могу до тебя достучаться. Тебе просто все равно». Тем не менее, за такого рода протестом скрываются ее горячие желания и нежные чувства. «Мне тебя не хватает. Я хочу знать, что я для тебя важна. Я хочу быть твоим полноценным партнером. Я тебя не нахожу. Я хочу, чтобы ты меня любил». Это непросто произнести, потому что Пэт не уверена, что Олис отреагирует на ее слова с любовью. И не исключено, что она права. А что же Олис? Когда он чувствует, что они далеки друг от друга, или во время ссоры он боится, что сделает что-то не так, что будет неверно понят, что окажется беспомощным. От этого он печалится и немеет, расстраивается, раздражается, злится и тоже приходит в упомянутое высшее состояние «бей или беги». Конечно, ему хочется прекратить конфликт. Но с точки зрения Пэт он ее покидает. Ей это видится так. Олис может застыть и не сказать ни слова, или же выдать пустые обещания «я постараюсь исправиться», или же исчезнуть. Он может выстроить стену и спрятаться за ней. Он может попытаться защититься. «Я ничего такого не имел в виду, что ты от меня хочешь, тебе невозможно угодить». Но за всем этим протестом тоже скрываются горячие желания и нежние чувства. Отсутствие реакции со стороны Олиса означает «я не знаю, что сказать». «Мне хочется тебе угодить». Я не хочу ссориться, потому что от этого только хуже. Я не в состоянии со всем этим справиться. Мне нужно почувствовать себя в безопасности. Защитная реакция Олиса — это на самом деле вопль «прими меня», «скажи, что любишь». «Я не знаю, как мне поступить». «Мне грустно и одиноко». Олису трудно во всем этом признаться по той же самой причине и тоже возможно, что небезосновательно. Ну что ж, а теперь давайте поместим их рядом и получим замкнутый круг, который называют паттерном, танцем или циклом. Возьмем Пэт. Она чувствует, что Олис отдалился и начинает бить с тревогу, потому что Олис очень значимый, близкий для нее человек. Она протестует, пытается привлечь его к себе. Тем временем Олис воспринимает это как критику. И поскольку Пэт для него не менее важна, она тоже начинает беспокоиться и протестовать, все больше отстраняясь и замыкаясь в себе. Пэт это видит, реагирует еще острее и преследует его еще сильнее. Обратите внимание, глубокие чаяния и нежные чувства остаются невыраженными, незамеченными. Все то же самое относится и к Олису. Он испытывает чувство вины, реагирует, потому что Пэт ему близка, и, сопротивляясь, отстраняется, чтобы прекратить конфликт. Она это видит, реагирует на его отдаление и так дальше по кругу. И в том, и в другом глубинные чувства остаются скрытыми. Такой взгляд на цикл позволяет увидеть, как супруги влияют друг на друга. И все потому, что они чрезвычайно значимы друг для друга. Уровень тревоги возрастает настолько, что цикл выходит из-под контроля. Ну а теперь, как это выглядит с точки зрения науки. Тревожный сигнал в мозге ускоряет цикл, реакции его усиливают. Если последовательно рассмотреть все шаги в эмоционально безопасной обстановке, например, на сессии, то это будет выглядеть так. Активность эмоционального центра в мозге снижается, уровень гормона падает, а способность мыслить рационально повышается. Это замедляет действия внутри цикла, и у партнеров появляется возможность осознать себя отдельно от него и выработать новые ответы и реакции. Они начинают распознавать в цикле врага бесконечный повтор действий и реакций, которые заставляют их страдать. Объединиться против цикла значит увидеть виновника в нем, а не друг в друге. В результате цикл уменьшается и замедляется, а супруги становятся более спокойными и открытыми друг к другу. Теперь Олис и Пэт способны разглядеть имеющиеся у каждого из них сокровенные желания и нежные чувства и прикоснуться к ним. Они начинают видеть друг друга по-новому, понимать и успокаивать такие реактивные эмоции, как гнев. Но это еще не конец истории. Приручение цикла важный рубеж на пути к крепким, безопасным отношениям. У Олис и Пэт возникает новая, более глубокая и надежная связь, которая позволит им не прятать свои глубинные переживания. Создадутся условия для формирования нового положительного паттерна взаимодействий. Видеоязвимые эмоции друг друга, они будут проявлять понимание и стремиться делиться друг с другом и гурьем радостью. Но все это будет невозможно, если сначала не приручить цикл. Видите ли вы себя в Пэт Уоллесе и их шаблоне взаимодействия? Реальные люди куда сложнее этих двухмерных черно-белых фигур из нашей истории. Один из них или оба могут сочетать в себе преследующую Пэт и отстраняющегося Уоллеса. Вероятно, вы говорите другие слова и испытываете иные чувства. У вас могут быть другие больные вопросы. Ваш цикл может быть жестче или мягче. Если Пэт потеряет надежду, она может отстраниться и оставить свои попытки. А Уоллес может открыть ответный огонь и наговорить немало гадостей, для того чтобы пресечь критику и скрыть обиду и боль. Но как бы ни выглядело взаимодействие, оно все равно будет шаблонным. И этот шаблон, паттерн, будет проявляться всякий раз при возникновении напряженности в отношениях. В такие периоды хорошо, когда возложить вину за происходящее можно на что-то или кого-то, кроме своего партнера. Когда вы приходите на терапию, предварительных знаний о цикле от вас не требуется. Мы все будем узнавать вместе. Приручение цикла – хорошее начало, позволяющее вам пойти на еще больший риск в отношениях. Оставаться эмоционально уязвимым, когда хочется бить или бежать. Учиться быть рядом. Откликаться на слова и действия партнера и взаимодействовать друг с другом. Я помогу вам пойти на этот риск в обстановке безопасности. Научу обращаться друг к другу за утешением и поддержкой, и благодаря этому сохранить свою любовь на всю жизнь. Примечательно, что когда вы говорите откровенно и искренне, когда открыто делитесь своими переживаниями, люди вас понимают. В большинстве своем они вас понимают. И здесь я хотел бы снова подчеркнуть, что изменил бы рефрейминг на реструктурирование, поскольку речь идет именно о реструктурировании отношений, а не о переопределении, придании нового смысла, не о переназывании. В связи с обсуждаемым аспектом темы предлагаю снова вернуться к ситуации с поднятой бровью, когда муж сидит на кушетке, в ступоре, убежденный, что его жена не испытывает к нему положительных эмоций и не ценит его. Он испытывает страх, вызванный такими вот внутренними рассуждениями. «Наверное, я ей не пара. Наверное, она жалеет, что вышла за меня замуж. Я не соответствую ее ожиданиям». Он думает и чувствует именно так. И когда мы до этого страха добираемся, когда он о нем рассказывает, рассказывается слезами, она удивляется, недоумевает и делает шаг навстречу. Это и есть принятие. Было бы ужасно, если бы в ситуации эмоциональной незащищенности она в ответ на его признание выдала, «А знаешь, ты прав. Я действительно жалею, что вышла за тебя замуж. С тобой нет спокойных и надежных семейных отношений. Поэтому да, проблема в тебе. Ты большой ребенок. Повзрослей уже, наконец». Если бы это прозвучало, то я бы сказала, что, скорее всего, такой уровень защиты служит противопоказанием к семейной терапии. Она не поможет, поскольку вам не удается обеспечить необходимые психологически благоприятные условия. Однако в нашем случае, как только муж начинает открывать свои глубинные, непризнанные потребности, я вписываю их в контекст отношений, жена в ответ признает их и принимает. И да, Сара, ты права, это радикально меняет отношения. Я же, как терапевт, содействую этому принятию. Спрашиваю, что вы чувствуете, когда говорите «я даже не догадывалась?» Как переживаете это открытие? А дальше всячески побуждаю пару к дальнейшему выражению эмоций и потребностей в привязанности для того, чтобы выработать новый паттерн взаимодействия. Так он, например, может сказать, «Всякий раз, когда мне не удается оправдать твоих ожиданий, родная, я пока еще чувствую себя неуверенно. Я понимаю, что снова не сумела сделать все как надо. Опять сплоховала, опять сокрушаюсь. Ну не болван ли я? А ты меня просто терпишь». «Да нет же», — говорит она. «Да, я расстроена, что ты забыл забрать молоко или что-то там еще. И пока не знаю, что приготовить на завтрак, но я люблю тебя. Забыл. Понимаю. Ничего». Такой подход в корне меняет характер взаимодействий. Рекомендации по реструктурированию. Этот слайд я переделаю. Итак, здесь тоже старайтесь отыскать эмоциональные моменты для возможного психологического вмешательства. Обращайте внимание на эмоционально окрашенные слова, язык тела, выражение лица. Я многое анализирую, пока молчу. В рамках АФТ мы практикуем ряд приемов, таких как эмпатическое предположение. В диалоге с клиентом я могу сказать что-то вроде, «Мне кажется, вам сейчас очень страшно». Как вы думаете, может быть, вы боитесь, потому что считаете, что она вас отвергнет? Я переназываю первичные эмоции. Это и есть рефрейминг в свете проблем в отношениях и прошлого. Это проистекает из вашей боли и из вашего страха. Вы как будто бы уверены, что точно ее потеряете. В любом браке, в семье есть три пути, три направления непрерывно протекающего процесса. Начнем. Слева. Итак, слева путь исцеления и примирения, восстановления. Здесь путь восстановления. Справа путь распада. Если ни то, ни другое вы не выбираете, значит, автоматически останавливаетесь на третьем варианте, который гласит «пусть все будет так, как обычно». Вы смеетесь, но своим клиентам, я так и говорю, не согласившись на первое и второе, вы по умолчанию выбрали третье. И это третье, то, что вы делаете бессознательно, я просто вывожу на уровень сознания, тем самым заставляю вас об этом подумать. Данный прием не совсем характерен для ЭФТ, но я его применяю в надежде побудить пару выбрать путь восстановления. ТВ-семинари – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com. Ну и последний пункт. Давайте его рассмотрим, потом сделаем перерывы и перейдем к терапевтическому случаю. Итак, мы свели воедино полученные данные, реструктурировали отношения, теперь всячески развиваем наметившийся новый путь решения старых проблем, пришедший на смену прежнему способу взаимодействия. Мы закрепляем новые подходы с позиции открытости и готовности говорить о своих желаниях и потребностях в привязанности. Если все идет так, как надо, то это уже происходит как бы само собой. И еще традиционно ЭФТ предполагает проведение от 8 до 20 сессий. Но это скажу я вам в идеале. Иногда после нескольких первых сессий проводятся индивидуальные встречи, чтобы исключить определенные вещи. Отмечу, что сессии занимают больше времени. Я стараюсь ограничиваться 45-минутными сессиями, но это всегда напряженнейшая работа. Жаль, финансовый и временной факторы не позволяют мне увеличить продолжительность работы с парами до полутора часов. Далее об этапах мы говорили. Данная модель поддается широкому внедрению, так как она прекрасно описана и серьезно обоснована. Ее несложно перенять, но работать по ней порой непросто, поскольку есть в ней, как мне кажется, элемент творчества, искусства. Повторю, ЭФТ имеет серьезное эмпирическое обоснование. Вся прелесть заключается в том, что мы вступаем в научную область работы с парами и знаем, что работает. Возвращаясь к первым двум главам в нашем учебнике и четырем моментам, которые отмечает, по-моему, Кристенсен, скажу, что в работе с парами можно спокойно использовать ЭФТ, коллаборативную терапию пары, модель Нила Джейкобсона. Все эти подходы ЭФТ, наверное, в наибольшей степени имеют существенное эмпирическое обоснование. Если вы когда-нибудь обратитесь к семейному психологу, лучше всего, если он прибегнет именно к ним. И последняя работа с интро, психическим и межличностным. Этот элемент работы вы тоже увидите. Ну и на этом-то сегодня, пожалуй, все. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok